Переходим на цифру. Правительственная комиссия озвучила график отключения аналогового вещания федеральных телеканалов, входящих в первой и второй мультиплексы. Отключение пройдет в стране в три волны. Иванская область входит во второй этап, как Москва, Московская область и ряд других центральных субъектов. У нас переход на цифру произойдет 15 апреля. А вот Тверская область перешла на цифру уже 3 декабря. На ее-то примере и увидят, с какими проблемами могут столкнуться другие регионы. Сеть цифрового телевизионного вещания начали строить в России с 2009 года. В Ивановской области на данный момент 14 объектов, которые позволят жителям смотреть каналы первого и второго мультиплекса в цифровом, а значит хорошем качестве. Конечно же здесь то, что 20 телевизионных программ прием. Антенна на одном телевизионном канале располагается сразу 10 телевизионных программ. Два телевизионных канала, 20 программ. Антенна дециметрового диапазона используется. Раньше, если мы принимали в аналоговом формате, здесь каналы транслируются на разных диапазонах радиочастотных. Соответственно антенны размерами были разные, антенны необходимо разные иметь под каждый, может быть, даже телевизионный канал, как это у нас было. В этом тоже есть, конечно же, преимущество. То, что объектов очень много по области построено и многие жители, например, в городе Иванове аналоговые программы принимали с города родников, то сейчас они могут выбирать там, где они находятся, что им проще принять. Либо из Иваново телевизионная вышка находится в районе Отрадного, либо с родников, это окраины, которые расположены на востоке города. Отключение аналогового вещания – формулировка не совсем верная. Прекращается государственная поддержка центральных телеканалов для вещания в аналоге. Те, кто работают самостоятельно, без федеральной помощи, останутся в эфире и продолжат аналоговое вещание до тех пор, пока сами смогут себя обеспечивать. Мы находимся в зале аналоговых телевизионных радиопередатчиков. Вот здесь представлен телевизионный передатчик мощностью 1 киловатт. Вот в таком виде он здесь транслируется, один телевизионный канал. Данные передачи транслируют программу Disney. После отключения аналогового эфира эта программа останется в эфире. То есть, она не получает государственной поддержки. А вот зал с цифровым оборудованием. Всего два шкафа по одному на каждый мультиплекс. Для жителей, кто пользуется кабельным или спутниковым телевидением, переход на цифру произойдет незаметно. Делать ничего не потребуется. Все заботы лягут на плечи оператора. А вот ивановцам, у кого телевизоры старые, без встроенного приемника, нужно будет приобрести приставку. Стоит она от 700 рублей. Трата единовременная. 20 каналов будут предоставляться бесплатно. Как правило, идет в комплекте с антенной. Поставил, установил, около телевизора включил. Главное воткнуть, как бы, ну, в угаре кабин. Данная приставка имеет следующий тип разъемов. Это стандартные разъемы 3РСА. Они же называются тюльпаны в простонародье. У кого телевизор позволяет, те переходят на разъемчик более современной цифровой. Это же где моя разъемчик? При покупке приставки стоит учесть, что у моделей подороже чувствительность выше. Антенна, комнатная или наружная, должна быть выбрана в зависимости от особенностей местоположения. Разъяснительная работа по переходу на цифру идет полным ходом. Тонкости процесса рассказывают соцработникам, которые по роду деятельности общаются с пожилыми людьми и инвалидами. Именно эта категория граждан, как правило, продолжает смотреть аналоговое телевидение. Со своей стороны департамент разворачивает в МФЦ, это специальные многофункциональные центры, разворачивает стенды, разъяснительную работу, потому что много населения приходит оформлять документы, и заодно проводим эти беседы. Делаются брошюрки. И в свою сторону развещательная компания тоже информирует население, что будет приход на цифровое вещание. К слову, 745 человек, Ивановской области останутся вне зоны доступа тех сетей, что построены. Из подобных ситуаций законодатель нашел выход. Оборудование по льготной цене таким гражданам будут предоставлять спутниковые операторы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.